Сегодня глава Чувашии по приглашению министра транспорта Российской Федерации Максима Соколову принял участие в деловом завтраке на тему привлечения инвестиций в проекты транспортной инфраструктуры. Обсуждена проблематика формирования государственной программы развития транспортной системы, возможности реализации инфраструктурных проектов с использованием механизмов ипотеки и проектного финансирования. И в продолжении транспортной темы прокатиться с ветерком. Об этом уже не один десяток лет мечтают жители Новочебоксарска, с трудом добираясь в Чебоксары в часы пик. Люди постоянно жаловались, что автобусы ходят редко, маршрутки не всегда останавливаются на определенных остановках. Какие конкретные меры принимаются органами власти, чтобы раз и навсегда решить этот непростой вопрос? Волга-Бас – это новый автобус с вместимостью 111 человек и 29 пассажирских сидений. Сегодня он впервые вышел в рейс между Чебоксарами и Новочебоксарском. Едет по 101 маршруту, первый круг уже совершен. И мы сейчас узнаем с вами у водителя, какие у него первые впечатления езды на этом новом автобусе. Какие у него технические возможности, какие преимущества? Ну, преимущество. Больше народу влазит. Новый автобус, новый автомат. Ну, новый автобус есть, новый автобус. От топлива на чем ездит? На газу, метаник. То есть экологически чистый? Экологически чистый транспорт. «Сокол» – это конечная остановка для большинства междугородних автобусов и маршруток в Новочебоксарске. Здесь пока народу не очень много. Едем дальше. Постепенно люди занимают сидячие места. А заметили, что автобус сегодня новый? Заметил, конечно. Что вы можете сказать? Как-то это поможет ситуации вообще? Ну, конечно, автобус побольше, народ побольше влезет. Все хорошо. Здесь пустое, там дальше народ набирается. Хорошо, с одной стороны, но все равно вот этот промежуток между автобусами не устраивает. Межность на первом? Да, не устраивает. Вообще тяжело ездить? Очень. На остановке «Кублучок» народу становится значительно больше. В автобусе дешевле. Нет такого стопотворения стоять. Ну, сидеть едешь обычно. Проезд 21. Пожалуйста. Но все понимают, чтобы проблема была полностью решена, таких автобусов нужно гораздо больше. Есть какие-то сложности? Ну, думаю, с приобретением новых автобусов этих сложностей не будет. А вы вместо маршрутки, например, выбрали бы автобус? Какие у вас предпочтения? Ну, хотелось бы на автобусе, конечно, но выбора нет. Приходится, что подойдет раньше на том и ехать. Сложнее всего уехать из Новочебоксарска в Чебоксары тем, кто живет в начале города. С конечной остановки до остановки туристов, воинов, интернационалистов в транспорте мест не остается. Я бы выбрал автобус, если бы ездил регулярно. В основном все маршрутки проезжают мимо и очень мало тех, кто останавливается. При регулярности автобусных рейсов все пассажиры готовы отказаться от маршруток. К тому же «Волга-БАЗ» – более безопасный вид транспорта. Произведен на заводе Волгоградской области. Оборудован всем необходимым для перевозки людей с ограниченными возможностями. Сегодня на рейс вышли первые четыре автобуса, закупленные по государственной программе Чувашской республики, оплаченные из бюджета Чувашской республики, по переходу общественного транспорта на газомоторное топливо. В ближайшие 2-3 года рассчитываем изменения вообще общей системы организации дорожного движения, транспортного обслуживания и переход на такой тип техники. Два новых автобуса будут ездить по маршруту Чебоксара-Новочебоксарск, а другие – два по столице региона в микрорайон Садовый. За последние два года это первое обновление автомобильного парка Чуваш-Автотранс. На маршруте 101, 101-м экспресс и 156-м в день выходят до 15 автобусов. Мы хотим, конечно, усилить данное направление, но в связи с тем, что парк старенький, очень много автобусов стоит на ремонтах, и мы не сможем, не можем все обеспечить. За свои средства менять их не сможем. Списали 66 автобусов уже и 3 единицы спецтехники. В этом году 66 автобусов списали, в связи с тем уже, что износ 100%. Ну а так, весь парк у нас в основном износ больше 83%. Ну, надеемся только на правительство, на помощь государства. Поэтапная замена микроавтобусов в ближайшие годы на большой подвижной состав должна решить проблему пассажироперевозок из Новочебоксарска в Чебоксары. Татьяна Трофимова, Сергей Адышкин, Республика.